Хайоу ребята, с вами Fibonacci и мы продолжаем прохождение третьей части темных картин House of Ashes Пора выбираться из этого ужасного места Меня уже от него трясти начинает Все эти звуки Куда нельзя? Что это за свет? О, нифига Тише, тише Тише А че это за зеленый свет в натуре? Зубы Слюна Мы собрали в пробирку черную слюну из пасти существа, извлеченного из кокона У всех, кто понюхал это вещество, наблюдалось учащенное сердцебиение Они испытывали сильное чувство страха Некоторые сообщили о странных нарушениях зрения, таких как измененное восприятие цвета Мы попытались получить дополнительные образцы слюны с места нападения на М Запах был настолько сильным, что для сбора потребовались респираторы Рекомендуем всегда использовать маски при работе с образцами, чтобы избежать их воздействия Ощущение похоже на действие грибов Псилоцибин Так, клади обратно, давай отсюда выбираться быстрее У меня уже не по себе Там сзади кто-то ползает И пока факел не потух Что за... Ой-ой-ой-ой-ой Бегом-бегом-бегом Бегом, она совсем рядом Черт-черт-черт-черт-черт-черт Он уже за мной плывет Фак Все, походу, хана Вон она Черт Приехали Ух, я успел нажать кнопку Мы его ослепили Или нет? Бежим Я знал, что она жива Нига она спокойная Ну ни хрена она спокойная Че она там делала? Вроде ведет наружу Вдруг сможем подключить радио И послать СОС Попробуем Шансов мало Мы даже не знаем, есть ли Наверху работающий передатчик Но куда-то же эти провода идут Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились Все равно Что-то мне не хочется туда лей, что-то Какого хера? Че вы? Блядь, че вы? Это я! Блядь, че вы? Это я! Охренеть! Шевелись Здесь опасно Клариса-то как выжила? Не знала, что ты Дерусь Да, я тоже Что это было? Не знаю Но оно здесь не одно Где ты была? Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда Умирать Блядь И это еще мягко сказано Меня спасло чудо Ты с ученым говоришь Чудес не бывает Лучше скажи спасибо за помощь Конечно В такую задницу вытащила Я благодарна Спасибо Сэмперфай Надо выбраться из этой дыры Хм Здесь ты пряталась? Оружие есть? Я не мешаю? Мне нужны батарейки для фонаря Могла бы и спросить Что не пришло в голову? Сильно болит? Да Сильно Можешь не дергаться? Я тебе рада Ну Пожалуй Я тебе тоже Я видела такое В домах пастухов Они явно давно живут В этой долине Что-то не так Есть путь Но нам не по зубам Не влезем Зацепиться не за что Найдем способ Как знала, что ты так скажешь? Я ходила на альпинизм Я нас вытащу Ой, сейчас придется кнопки нажимать Чтоб они не грохнулись Опачки Сандалии? Это кто-то из прошлого Ты как? Сейчас Минуту Ладно, не умрем Это не точно Ох, ну и вид у тебя Вот спасибо, Рэйчел Не думала мотивационные лекции вести Серьезно, все хорошо? Отлично Только тупее вопроса я в своей жизни не слышала Что, решила устроить мне бойкот? Она зеленая вся какая-то Сейчас лучше сосредоточиться на выживании Понятно, почему тебя зовут Альфа-сукой А главное, ты даже не видишь Чего не вижу? Ты от всех закрыта Вокруг тебя каменная стена Нет, даже не стена, гора Скажи, Рэйчел За ней хоть есть кто-то живой? Альфа-сукой быть сложно Думаешь, я добилась всего улыбкой и добрым словом? А я-то думала, ЦРУшникам все на блюдечки приносят Блюдечки? Да я жопу рвала Думаешь, мне есть дело до кличек? Да для меня это сраный знак почета Мне столько говна пришлось разгрызти, чтобы выйти на этот уровень Да? Интересно, что за уровень? Ну, если честно, это еще одна куча говна Мы с тобой Вообще похоже Стремились к цели и делали все, чтобы ее достичь Это нормально? Нормально Ты че с ней такой-то? Фиолы пала Конечно, не брошу Ты только кепку сними, рогов нету Бросишь? Не брошу Обещаю Но расскажи мне Что с тобой сделали? Наверху есть лекарства Они помогут Но надо спешить Ну! Дай мне руку Нам нужно на ту сторону Тут нет шансов Не время сдавать Нужно перемахнуть Веревка порвется Стой! Ты правда веришь, что лекарства помогут? Она все зеленее и зеленее становится Держись Мы почти на месте Ты мне так и не ответила У тебя нет Других шансов Мы сможем Надо ее спасти Как-то Помочь Конечно, помочь Главное, чтобы она не превратилась И не сожрала нас всех Как ты? Как тебе такой ответ? Нужно дойти до храма Субтитры создавал DimaTorzok Не вижу, что лезут Наслышал Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь Прием Пока развлекаются без нас, я спокоен На камерах внутри ничего Прием Не зевай Патрулируйте периметр Обыщите руины Потолок находок Ван Хейтон Ван Хейтон Однако, персонаж из истории О проклятии Сильно от этого отличается Образ Нарамсина в мифах Был подобен Иову Покинутому богами Он гневается на них А затем идет на них войной Такое богохульство О ней остается безнаказанным Но на Нарамсина Обрушиваются проклятия Первым из которых Становится вторжение горных племен Гутиев Эта война приводит к голоду Который уничтожает народ Нарамсина Мораль истории в том Что человек должен Покорно принимать страдания Какими бы неясными Не казались замыслы богов Нарамсин должен был Смириться с тяготами Развязав войну с богами Он начал бой Который не мог выиграть Ну-ка дальше И об их находках Никто не узнал Они так и остались Под землей Сопутствующие находки А-29 Глиняная табличка Акад без указания даты На одной стороне Клинопись Священное песнопение Для защиты от злых духов А-59 Глиняная табличка Со звездами Месопотамия Без указания даты Созвездие похоже на кита Эти звезды Имели какое-то значение Для жрецов храма Там что землетрясение Начинается что ли А-143 Фрагмент гематитовой Цилиндрической печати Украшенный вертикальными Рядами клинописи Вокруг изображения Большого гутийского города Акадцы верили Что гутии были демонами Эта находка Говорит о том Что они были более развиты Чем считалось ранее Пока чисто Если полезут То я думаю что Скорее всего из разлома Если Приступ оптимизма Лейтенант Мы ничего не знаем О нашем противнике И мы прямо посреди Его территории Хреново дело Не знаю как надолго Кто их задержит эти двери Радио наш шанс Сейчас починим Позовем подмогу Сравняем счет Если тут и есть передатчик Диапазон ограничен Черт Если бы Эрик вызвал поддержку с воздуха Они бы поймали сигнал Начальство только обсираться умеет Так Посмотрим дальше Это книжка Р-73 Такая там не описывалась Р-73 Там А были какие-то История болезни Имя Мэрия 30 декабря 2 часа ночи Температура 38,1 Повышенное потоотделение 230 мл физраствора 3.30 Температура 38,2 Пульс 152 Пациент в сознании Бредит 11.00 Температура 38,3 Повышенное потоотделение Желтушность Бредит Жаропонижающий Не действует 12.15 Температура 38,3 Пульс 165 Ненадолго приходит в сознание Говорит, что Видела тьму И ощущает красный вкус Теряет сознание 16.45 Приходит в себя Кричит О чудовищах во тьме Лихорадка и желтушность Усиливается 18.00 Температура 38,2 Пульс по-прежнему Частый Около 150 Спит Примечание Два дня После контакта С созданием Вот Два дня прошло А у Кларисы Максимум полдня Прошло только То есть у нее Еще есть время Но она Что-то У нее нет Никакой желтушности Она наоборот Зеленая Адреса От Ван Хьюйтен Новые находки Для каталога Глиняные сосуды Акадские Четыре штуки Костяная флейта Кинжал Украшенный Обнаженная Сидящая статуя Глип со звездами А.Ж Заметки для статьи Образец Не подчиняется Известным нам Законам биологии Как долго Эти существа Жили у нас Под ногами А они просыпаются Каждые несколько веков Чтобы охотиться На нас Акадсы знали О них Из легенд предков Пазузу Явно служил Их изображением Предполагаю Что их нападения Послужили Основой фольклора Для всего человечества Древний миф Пронизывающий Все культуры Крылатый демон Рогатый сатир Минотавр Вампир Ну, кстати Джоуи По крайней мере Был похож на вампира А это что Литричи мыши Такие здоровые С той стороны Не обыскивали Так Вон рация Опять половина Неразборчива 29 декабря Пульман говорит Что неразборчиво Хочет отрезать нас От внешнего Что радио Хочет отрезать нас От внешнего мира Алин обладает Неразборчиво В ее Вину Я по-прежнему Не доверяю Кому-то Но без доказательств Под подозрением Остаются все Пока я могу Лишь Разместить Часовых Где-то 30 декабря Состояние Мэри Ухудшается Этим вечером Я очнулся От изможденного Оцепенения И обнаружил Что леди Брэдшоу Снова мучает Мою жену Своими чертовыми Вопросами Мэри что-то Пробормотала О крылатых Демонах Тогда глаза Брэдшоу Загорелись И она спросила Мэри Ощущает ли она Их прямо сейчас Охваченная Делирием Моя жена Бросилась на Брэдшоу И впилась Ногтями Ей в грудь Брэдшоу Поспешила Удалиться И спустя Некоторое время Мне удалось Успокоить Мэри Ну вот Она соображает Спустя два дня Она еще где-то Что-то соображает Но агрессивность Появилась Это в принципе Ничего страшного Так Здесь вот пройду О табличка О чёрт Это Как раз таки Эти сандалии были Да Умные черти Тут ложное место Раскопок Для грабителей Знали Что здесь Их ждет Нечто особенное Ну правильно Сюда никто не лез Так Ну давайте Рацию Мне нужна помощь Чтобы его наладить Супер Эти штуки Тебя убьют Курение Сейчас не главная Угроза моей жизни Бля Куда я зажигалку дел Ага У девчонки Свою оставил Это побочный сигнал Даже без передатчика Радио ловит Всякую хрень Просто помехи Почини передатчик Если наладим сигнал И свяжемся с ЦКВС Будем на шаг Ближе к дому Ну не знаю Я не техник Вот был бы Мёрган Он бы смог Ясен хер Что поделать Да Если бы ты не задушил его Дар Салим 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 Это ты? Ссссс Они близко Они близко Эти уроды зовут подкрепление Надо им помешать Нет Нет Эти уроды могут помочь нам спастись Ты сдурел Они наши враги Значит ты еще не видел демонов? Здесь внизу демоны Вот они наши враги Салим Салим Ты и бредишь Послушай Они бы убили американцев Почти убили меня Закрой рот и иди за мной Ты меня вообще не слушаешь Нет Ты послушай Иди за мной Или можешь зохнуть тут Выбирай Лайланок Что б тебя Стан Стой На ногах Я иду Заткни его Почини уже передатчик Мне нужно время Ха Вот же урод Уничтожил последний шанс Что ты делаешь Лейтенант В атаку Ты подчинишься мне Ты их не слышишь? Надо уходить Заткнись Обойдем его От него Иначе не избавиться Прикрой Так Урод Обходи Не могу прицелиться Ну привет Ну привет Зайчик Назад Назад Лейтенант Да ну Как он промазал-то Кто же мне солдат Продвигаемся в храм Вперед Навались давай Я не вижу иракцев Там сидят Если не тупые Сейчас здесь будет жарко Стой Рейчел Ты жива? Не веришь, солдат? Они же тебя утащили Где Эрик? Он мертв Он мертв? Ты справишься, Рейчел Он заслуживал лучшего Что с ним случилось? Рейчел Скажи Его застрелил один из иракцев Этот иракец еще жив? Да И он близко С ней что-то тоже не так Что с ней? Она заражена Она превращается в монстра Зачем ты ее привела? Ей нужна помощь Ей не помочь Ей здесь не место Да Нужно Стой Это одна из нас Отойди, Рейчел Должен быть способ помочь ей Еще не поздно Можно помочь Да вы ебнулись Смотри Не дай эмоциям Затуманить разум Подумай, Ник Ты бросил ее Кого ее? Прояви милосердие Прошу Я это и делаю Надеюсь, я об этом не пожалею Вам совет Отложи пулю для подруги Так, отступаем к храму Нам нужен генератор Без него ослепнем Помогите Ни одну тварь нельзя пропустить Они уже внутри Значит, больше не впускай Даже по приглашению Ворота Я займусь генератором Лариса Черт Уже одна из них? Здесь Никого Нет Будто тех мало Здесь заминировано? Недостаточно О, нет Нет Я пока еще борюсь Да Вижу Давай, идем Она еще в сознании По крайней мере Бля Эти твари реально хотят прорваться Надо срочно врубить генератор Иначе жопа Суки лезут внутрь Не выдержат Это наш дом Поняли? Это все, что вы можете Прорвались Эти твари еще хуже крысь Да она уже ходит Как зомби Ой, успел Последнюю миллисекунду Прямо Может не надо было пинать Ногой-то Думаю, самое время сваливать Возражений нет Они прорывают периметр Если есть идеи, так давай, делись Давай, давай Должно быть что-то Стоп Да Бежим в катакомбы Надо идти вниз Вниз? Вообще-то выход В другую сторону Либо туда Либо все умрем здесь К восточным воротам Выстрелить из пулемета Либо отступить Да не толку Пули не берут их Бежать надо И ты беги тоже Ух ты, черт А если бы я стрелял Она бы сейчас сгорела бы там Офигеть Генератор взорвался За счет чего горят прожекторы Мины Так, мы по стенам минировали Держитесь по центру Центр, идем по центру Только там еще растяжка Ух А если бы я их не туда отправил Они бы сейчас обе подорвались что-ли И эти бы остались бы там И все бы, да Игра закончилась Хотя еще Салим остался Ух Это прям жестко Тихо Их слышно? Взрыв нас отрезал Идем дальше Клариса Нормально пока Держится Мужественная Она прям Мелая Жалко будет Если помрет, конечно Опять-таки Гребаный Рэмбо Бросай оружие По их нему Привет Мой друг Недоволен И я заметил Что там было Не с места Твой друг Какой-то слишком нервный Прям бесят меня Если ты опустишь оружие Это может его успокоить Не послушается Я ему в голову выстрелю Это очень плохая идея Ты не в том положении Чтобы спорить Ну давай Рискни, блять Мы могли бы стать Близкими друзьями Если бы на секунду забыли Форму какой страны одеты И будь дураком Это он? Не надо, Нейчел Он убил Эрика Это он зря Предлагаю просто Захуярить этих уродов Теперь хоть не в спину Стрелять будешь Что они говорят? Ник Что думаешь? Они могли бы Да тут надо вместе держаться Как-то Даже не знаю Нам нужна их помощь Это враги, Ники Я не верю никому из вас Этого я и ждала Да Жестко, конечно Значит, Салим Ему припоминает Еще тот самый момент Когда мы Одного из пастухов В спину убили Из-за этого Он и Ненавидит Джейсона Ну а продолжим Ребята, прохождение Мы уже в следующей серии А если понравилось видео Поддержите лайком А также Подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать новые выпуски С вами был Фибоначчи И пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok